Вот такое у нас сегодня доброе, солнечное и морозное утро. Морозное, да, почему? Почему? Потому что, смотрите, что творится. Вот наши Альпы утренние, какая красота. И вот наша гора Роза, немножко в розовом цвете. Видите, как красиво отлилась в розовом цвете, но уже она белеет. Белеет уже, надо было чуть пораньше что-то снять, потому что она совсем розовая была. Поэтому она и называется Роза, потому что розовая, по утрам розового цвета. А там какие-то, какой-то свет в горах. Наверное, там села, и там еще свет горит, видно. И вот такое это у нас сегодня доброе утро в той стороне, там, где моя Родина. Там тучи такие, тучи как люди. Там небо прям затянуто. А у нас тут солнечная погода, там самолетик пролетел. И вот сколько снега, и там далеке тоже снег выпал. В тех горах, в тех Альпах тоже видно, что снег. Да, зима приближается. У меня уже в голове вот эти рождественские песни. Джиггл Бэн, Джиггл Бэлч. Или там, та-та-та-та-та. Ой, разные песни уже. О, доброе утро, народ. Так, Никита, это уже сегодня. Обратите внимание. Первое. Начало съемки было вчерашний день. Вот такой вчерашний день был солнечный. Видны были Альпы. Сегодня вот в той стороне Альпы ничего не видно. Такие туманы, сырость. Наступили, наступили. Да, осень. Стало холодно. Стала у нас сегодня дождливая, сырая погода. Далеко уже ничего не видно. Вот такая вот у нас погода сегодня. Машины едут. Едут, едут куда-то по своим делам. По своим делам. У меня тоже сегодня. Так, ладно, хватит о погоде. Хватит о добром утром. Расскажу, что я вчера делала. У меня вчера был очень-очень-очень знаменательный день. И замечательный. Потому что я наконец-то-наконец-то сдала этот анализ. Последний, короче, анализ, который мне назначили год назад. Вы представляете, я год назад записалась на этот анализ. И я ждала целый год. Вы представляете, ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз говорю. Целый год, целый год я ждала этот анализ. Даже итальянцы, они не понимают, как такое может быть возможно в Италии, в таком цивилизованном стране, целый год ждать анализы. Даже итальянцы не понимают. Они даже сами не могут привыкнуть к этому. Не то, что мы, как говорится, иностранцы. вот, я год назад когда записалась на этот анализ, я была просто в шоке, и мне когда сказали прийти через год на этот анализ, назначили через год, я была просто-напросто в шоке мало того, что платный анализ, еще и целый год ждать, ну наконец-то я дождалась, я не забыла об этом анализе, я его положила на полочку где мне все мои медицинские документы и знала, что в октябре, в октябре у меня должен быть этот анализ и наконец-то я вчера, значит так, что у меня за анализ был? У меня был анализ глазного дна но вы не подумайте я не слепая очень даже зрячие у меня зрение стопроцентное надеюсь что стопроцентно но там может быть 99 это почти 100 но я не знаю но я очень хорошо вижу но дело то что мне эндокринолог просто год назад назначил все анализы чтоб я все все проверила все прошла от и до даже на диабет даже на на холестерин там на на сердце в общем на все короче и вот дошла очередь мне до глазного дна мы вчера и мало того что вот я жила так еще мне назначили анализ не в не в моем городе в соседнем селе представляете и короче и пришлось мужу отпроситься с работы он работал вчера только до 12 дня вот и и он сразу приехал за мной написал смс-ку я тебя внизу жду и мы сразу поехали на этот анализ в соседнее село я бы сама туда не попала бы потому что мало того что все не село ехать еще и там такой вот такие лабиринты пока найдешь этот эту больницу блин пипец короче в общем но муж он стопроцентно знает это село потому что он там родился и он там до подростков до того как подростков стал короче вот там рос тем более он на машине постоянно ездит по этим селам туда-сюда по делам он знает все прекрасно вот и очень мы поехали туда там так хорошо там так спокойно мы этот нам анализ был бесплатный но мы все равно заплатили за тикет вот я вот это не понимаю в италии на любой анализ платный неплатный ты должен еще платить дополнительно тикет блин что такое тикет это типа пропуск на этот анализ короче бортом ромашка я не знаю как это нормально толком сказать мы платили тикет где-то 9 евро с чем-то вот и что мне понравилось что там так спокойно никаких очередей нет вот чтобы заплатить за этот тикет и чтобы нам дали бумажку что мы уже можем спокойно сдавать этот анализ вот и вообще никого не было у нас в городе наоборот у нас впереди там человек 200 и там вот чтобы заплатить за этот тикет короче там такой очередь надо выстоять очередь как нам залею ленина блин при советском союзе пипец короче вот на бороть бы город большой да у нас там несколько окошек несколько женщин работает на все равно так и в очереди бешеные что я не я почему не люблю нашу больницу городскую я потому что там такой вечно дурдо как не зайдешь туда так вечно выходишь с плохим настроением замученная никакая злая в общем а там кто все летом больницы так все спокойно тихо цивилизованно мирно общем люди все интеллигентные вот эти вот мы короче пришли ну дали медсестре это показали это направление она нам видите в зала ожидания ждите вас вызовут мы пришли немножко пораньше в общем там сидела одна пожилая женщина и сидела еще на с другой стороны посидела пожилая пара и мы я молодая такая пришла вот а потом смотрю медсестра зашла в этот зал ожидания с каплями и начал людям глаза как я как увидела я в шоке была я в ужасе я похолодела мне так страшно стало я сейчас вот вспоминаю прям плакать хочется я же раньше никогда этого в жизни не делала мне раньше никогда в глаза не капали я даже не представляю это ощущение в глаза капать вот ну ладно там в нос ладно в ухо воды я в ухо все-таки капала в течение жизни потому что у меня проблем с этим ухо прав как вы знаете но что в глаза капать и она когда накапала сначала женщине на одной я как посмотрела у меня вот такие вот глаза расширились короче хатушиться потом когда она подошла к пожилой паре и на там старичку начала капать я уже закрылась я боже чуть ли не кричу я боюсь даже боялась смотреть муж смеется с меня блин и тут она подходит ко мне я в ужасе я хотела убежать просто-напросто я рассказываю плачу я хотела убежать короче короче и смех и слезы вот там там все пожилые люди на меня так смотрели что я кричу вообще плачу да я действительно у меня там начало прямо аж плакать но не прям не прям крокодильными слезами это я щас плачу от смеха я там смеялась я боялась и смеялась и вот начала плакать я часто плачу от смеха я такая сентиментальная вот и короче и она когда подошла ко мне стикаплю я боюсь и муж говорит она первый раз поэтому она короче она мне влево закапала я а я там заплакала но короче выделом на мне снова закапала потом она мне вправо закапала это ужас какой-то дала мне салфетку и я от ужаса и в то же время смеюсь люди на меня смотрят эти пожилые столички смотрят на меня а мне смешно блин досталось зеркальце посмотрела там вытерлась шея ресницы на я сейчас случая не разматриваю я ресниц вчера только на кроме не красила специально и только ресниц и подкрасила и все такое и но и как что потом я чувствовал это тихий ужас это тихий ужас вы не представляете что я потом чувствовал у меня начали глаза прямо печь гореть глаза начали вот и все вот это вот из глаз начала давать в лоб у меня лоб начал прямо гореть вот так сжиматься и пицца такое состояние было прям горячий лоб и мне потом буду ждала все это в голову и вот эти глаза вроде бы глаза не болели но мне пекло как-то горячо было вот и я достала таблет хотела позаниматься пока я ждала очередь пока мне вызовут на этот анализ хотела позаниматься сделать тесты и там я даже читать не могла я в таком ужасе была я же всегда хорошо вижу даже с далекого расстояния видел я вижу вот эти вот маленькие буквы вот как недавно в автошколе окулиса проходила он меня хвалил там я что даже нижний ряд и издалека прошла ему а тут я вот близко я вот этим не могла прочесть я говорю я читаю меня глаза пученика будто мне глаза пьяные вот не сама пьян а именно глаза пьяны и что-то такое там происходит вообще это не передать слова но к те конечно кто капал в глаза кому капали в глаза этим раствором каким-то специальным они конечно знают но вот но я так как я из нее меха никогда такого не делала никогда такой вони чувствовала для меня это было вообщеfactе это было странно это было страшно даже ему не долго ещё не проходило вот это вот этого состояния глазное, и вот этот лоб, у меня лоб, и голова, блин, пипец. До вечера еще и лоб, и голова чувствовали вот эти вот капли. Хотя глаза уже нормально реагировали, но у меня вот все, видать, в голове еще осталось это вот, вот это действие, лекарство, блин, пипец. Но сдала я этот анализ, там они мне посмотрели, все у меня в порядке, все у меня классно, класснючек, вообще, я знала это. А я только зашла, они меня, типа, спросили, а типа, вы чего пришли, у вас что, диабет, что ли? Я говорю, нет, у меня диабета нет, я говорю, просто у меня эндокринолог интересно, все у меня обследовать было, поэтому я пришла, а, ну понятно, короче, так что все у меня в порядке.